Всем привет! Я Эмбро и не так давно мы с вами смотрели страны в моде на современность, за которые нам бы надобно поиграть. Смотрели Сингапур, Индонезия, прикольно, Каморы, прикольно, интересно, забавно, Болгария. Много на самом деле стран, за которые мы еще не играли с контентом хорошим. Но! Мне написал разработчик мода на Туркменистан и предложил у него поиграть, и я сразу же согласился. Потому что, ребят, я вас очень давно прошу, у кого есть руки, мозги, желания, время свободное, сделайте сабмоды на Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, я в это с удовольствием поиграю. Можете посмотреть статьи, видео, как делать моды. У меня видео, он по Волгенбургу, там через бота, можете тоже глянуть, там вполне подробно это все объясняется, есть и без бота, у меня тоже видео. Так что сделайте, я с удовольствием в это поиграю. Ну, думаю, то, что мы это рано или поздно дождемся. Ну, а сейчас давайте Туркменистан. Здесь поглядел я фокусы, проработано все на высшем уровне, ну так с первого взгляда, конечно, все очень круто. Есть вот эти моменты, где ты утыкаешься, оп, конец, а этот путь в разработке. И тут еще тоже такой есть, ну ничего страшного, мы все равно будем идти по этому одному вот существующему пути, а те можно будет потом рассмотреть. Нам и этого хватит. И это все будет точно интересно. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ну а мы с вами будем начинать. Кстати, я вот не могу удержаться, чтобы вам не порассказывать некоторые моменты из своей жизни личной. Короче, у меня же там была половина группы всей, когда учился на бакалавриате Туркмены, и я с ними подружился. Ребята оказались прикольные, там много чего можно рассказать, но сейчас момент самый вот, когда вот только мы встретились. А один, я не буду, короче, имена называть, но я всех помню, реально, почти всех, там просто имена сложные. Один достал планшет, а у него там, короче, президент на заставке. Я такой приближаюсь к нему, студенту этому, говорю, это что, Гурбангулыберда Мухаммедов, он такой, ах, откуда как, ах. И вот, короче, с этого момента я, в принципе, с ними подружился. Ну, а следующую историю вы узнаете потом, так что не переключайтесь. Значит, по исследованиям сейчас у нас имеются две ячейки, и, ох, 65-го года калаши. Тут, ну, вообще, как бы, ужас. Это, наверное, проще просто брать лицензии там у России, например. Это можно? Лицензии. А, судить лицензии. Да, наверное, у России. Но сейчас пока этим заниматься не будем, потому что, ну, это будет стоить фабрик. Поэтому лучше пока просто забить на эти калаши, а заниматься исследованием экономики. Выходить сюда. Тут более-менее поезда есть, вот это изучено. Первые уровни. А бывает такое, что и первые даже не изучены. Поэтому выходим сюда, давайте, и вот сюда вот. И, видите, оно больше года изучается. Это капец. То есть, изучать тут артиллерию, технику вообще возможности у нас никакой нету. Это нужно заниматься полностью исследованиями. А у нас финансирование сейчас, образование, кстати, не самое низкое. На втором уровне находится. Неплохо. Также у нас тут на втором уровне находится бюджет здравоохранения, а вот социальное обеспечение. У нас базовые пенсии для пожилых людей, инвалидов. Ну, это как бы просто название, но уровень третий считается. Что очень даже неплохо, кстати. Но здесь именно по социалке в Туркменистане, особенно в начальные годы, насколько я знаю, все очень даже неплохо. То есть, там газ бесплатный. А вот вода там и такой, не знаю, газ, да. Вот это вот я офигел, когда узнал, что газ бесплатный. Ну, в страны много газа, конечно, да, но чтобы бесплатно делать. Но это вообще интересно. Полицейское государство, да, здесь в плане вот этого все очень серьезно. И у нас значительные при этом военные расходы. Военные расходы? Ну, подожди, это ж нейтральная страна. Резолюция 50 на 80. Туркменский нейтралитет ценится не только соседям, но и признан организацией объединенных наций. Зачем такие военные расходы при нейтралитете? Кто тут будет на нас налетать? А, кстати, да, насчет этого чуть позже мы выясним. Здесь время на продание цели войны плюс 90%. И законы изменять, да, вот этот вот об интервенциях куда-либо вообще очень дорого стоит. У нас сейчас стоит изоляция. То есть даже добровольцев мы не можем толком-то отправлять. Стоит обязательная служба, смешанная экономика. Во фракциях сидят фермеры, олигархи и топливная промышленность. А также у нас критическая коррупция. Находится она на девятом уровне. Десятая, это уже все смерт. Парализующая коррупция. С этим нужно реально что-то делать, потому что это минус стаба, минус темп. Исследование, вот минус 18, кстати, исследование. Вот как раз. Скорость дивизии, минус 1%, ужас. На налоговые поступления минус 30%, это очень сильно будет по бюджету. Минус 30% это реально очень много. Минус 5% ты чувствуешь, минус 30% это жестко. На влияние тоже на нас легко влиять, на чужих сложнее влиять. Ну такие вот дела. И по циклу экономической стагнации. Ну и сунизм, понятно. Так, деньги, что у нас? Ну-ка день пройди. Минус 0,3, значит у нас минус. И чем дольше мы будем находиться в нем, тем больше будет у нас становиться долг. Ну благо минус хотя бы небольшой. Так, по фокусам. Что же нам здесь делать? Можем выйти в эту вот резолюцию, подтвердить нейтралитет швейцарской модели. Ну это пока, думаю, нам не сильно надо. Контракт с Газпромом. Тут, во-о-ой. Хотел сказать, фокусы на экономику, это было бы, конечно, неплохо, но мы вот часто упираемся в то, что они требуют денег. Туркменская казна минус 30 миллиардиков. Это одно. И тут в этом фокусе еще минус 12. Минус 42 миллиардика. Просто за Министерство связи Туркменистана. Чтобы офис получить, который нужен, чтобы получать деньги. И он будет окупать просто эти 42 миллиарда всю нашу компанию. И то не факт, что окупит даже. Тут 22 миллиарда. Тут дофига тоже везде. Посмотри, минус 16,5. А здесь, кстати, стагнация может быть выбраться. Короче, выходить сюда мы сможем только, когда деньги накопим. Да, можно, конечно, сейчас прикольнуться и уйти в долг. Но даже небольшой долг для нас будет болезненным. Потому что, смотрите, у нас 27 миллиардов всего в долге. А это 6, без копейки 7% ставка. Это очень много. Так что повышать его просто нельзя. Но он будет, конечно, повышаться, но хотя бы медленно, а не так резко, как здесь. Но может быть, нам как-то в этой вот ветке помогут улучшить наше финансовое положение. Ну, поехали. Парламентские выборы в Туркменистане прошли 12 декабря 1999 года. Абсолютно все места в парламенте заняла единственная легальная партия страны. Демократическая партия. За места в Меджелисе боролись 104 кандидата. Явка избирателей составила 99,5%. Эпоха Сапур-Мурата Неязва первого президента Туркменистана начинается с культа личности и авторитаризма внутри страны. Его кабинет министров из так называемых закулисников, влиятельных людей и чиновников партии, прочный фундамент и машина, не дающий никакого шанса для свержения его власти. Кем-либо. Хоть и власть Ашхабада и имеет внутри себя врагов, а население недовольны сегодняшней властью, Туркменистан аномалия, схожая с Северной Кореей. Но в отличие от Кореи, Туркменистан придерживается нейтральной политики, что выгодно мировым державам, оставаясь таким образом на плаву и не теряя власти под солнечными землями Туркмении. Это вот просто самый главный свет всем автократиям. Сидите в нейтралитете и все. И страна будет особенно если она ресурсная. Тысячи лет просто. Ее никто трогать не будет. Реально. Ресурсы продаешь. Все. Никто не лезет. А был бы я диктатором, я бы сидел бы тихо и про меня бы даже никто бы и не слышал. Не, ну реально что? Зачем рисковать и лезть куда-то? Хотя бы ковать это тоже способ укрепить свою власть, поэтому ладно, у всех методы разные. Давайте устраним конкурентов. У великого Туркминбаши есть соперники в политическом пространстве, это крайне недопустимо. Стабильность плюс пять. Кстати, сейчас она достаточно низкая. 34 процента. Это дает нам дебафы. Вообще в идеале убрать военные расходы, потому что они деньги пожирают. Они также забирают у нас стабильность, причем 20 процентов. Я бы сейчас бы даже минимальную поставил. У нас нету военных заводов. Вообще. Как бы тут бонусы, они приятны именно на производство. Вот смотри. Плюс 45 процентов. А здесь вот скорость строительства военных заводов плюс 9. Ну как-то такое себе. Да, людские ресурсы, которые нам сейчас не особо нужны. Поэтому это нужно сейчас как можно быстрее убирать, потому что это нас сильно тормозит. А строить что-то здесь мы тоже не можем. Фабрик нет. Ну в Ашхабаде я тут запланирую три фабрики. Ну и поехали. Так, инвестиции от Индии. Значит, инфраструктура... Пожалуйста, можете у нас фабрику построить? Но, кстати, нам нужно будет заплатить 10 процентов от суммы. Получим в Мервим. Вот здесь вот мы одну инфраструктуру. Ну как бы эта инфраструктура пойдет тоже. Ладно, давайте. 10 процентов не так уж и много. А, у нас здесь в принципе нету фабрик. Их просто нету. Я думал, что там что-то есть, но оно убегает на гражданские нужды. Вот оно. Но нет, просто нету ничего. Так что надо надеяться на то, что Индия может не только захочет инфраструктуру у нас тут построить. Рупай-то чё? Мауиски Непал. Ничего себе. Про такое не знал, что здесь такое бывает. Страна для прохождения, что ли? А в других странах по экономике в Узбекистане есть фабрика. В Таджикистане ничего нет, в Кыргызстане ничего нет, в Казахстане две фабрики, один военный завод. А в Афганистане пусто, пусто. Ну ладно. Сапар Мурад Ниязов первый президент нашей страны. Не так давно ему был присвоен титул туркмен баши, что переводится как глава туркменов. Опа. Мнение олигархов о нас плюс 10 процентов, а также стабильность плюс 5. А дальше. Некие лица представляют угрозу нашей стабильности. Нужно пресечь антиправительственные настроения. Стабильность еще плюс 5. Как же она хорошо растет. Каждый фокус по плюс 5. А тут тебе натип плюс 10? Вау. Капец киндер сюрпри... За что его? За что? Один казахский политик называл либерально настроенных граждан киндер сюрпризами. Что ж, пора раздавить шоколадные яйца. Ну стабильность хотят. У нас полицейское государство как политика стоит, а тут еще нацдух. Полицейское государство. Стоимость изменения расходов на внутреннюю безопасность плюс 50 процентов. Это сделали, чтобы стало дороже. Понижать расходы на безопасность внутри. Вообще я бы на самом деле понизил бы. Потому что чем больше тут у нас внутренняя безопасность, тем меньше мы политики получаем. А также это денег стоит. Не сильно больших, но вы знаете, для нас это нормально. Но стабильность дает. Тут плюс 20 вообще. Я бы хоть бы немножечко доопустил бы на самом деле. Но давайте пока что не будем отходить от канонов. Выйдем сейчас сюда вот. И потом Туркменбаши. Наш вечный и великий Сапурмурат Ниязов, безусловно, является одной из ключевых личностей в истории Туркменистана. Плюс 50 политки и стабильность еще плюс 10. А потом, кстати, начнем писать рухному. И кстати, мне было всегда интересно узнать, сколько туркмен смотрят наш канал. Вот если ты туркмен по национальности, то пожалуйста, напиши комментарий под этим видео. Дело в том, что по статистике Ютуба из Туркменистана у меня просмотров практически нету. Там их около нуля. И все из Средней Азии смотрят нормально, из всех стран. А вот именно из Туркменистана просмотров практически нету. Поэтому, скорее всего, если туркмены и смотрят наш канал, то делают они это из других стран. Но, если вот, например, смотрят из России, то я вижу, что просмотр с России. Я ж не знаю, кто это смотрит. Поэтому и хочу, чтобы написали. Великий труд туркменбаши Рухнама наконец-то вышел в печать. Политвласть плюс 50, кстати, у нас уже 500 накопилось. Сейчас будем куда-то тратить ее. Здесь мы дальше будем повышать расходы на образование. Здесь изи два раза. А тут сократим сроки учебы. Стабильность плюс 5. Здесь здравоохранение повысим. Уволим рабочих. Ух ты. И получим идею негодования рабочих. Сократим расходы. Денег получим в 10 миллиардов. Наконец-то хоть где-то деньги получим. У нас стабильность минус 5. Хм, пенсионные реформы. Стабильность минус 5. Но деньги получим. Тут еще стабильность. Задыню нам дадут. И понижение налогов стабильность плюс 5. Но в итоге по стабильности мы все равно в плюсе будем. Хотя она на уровне достаточно низком находится. Давайте начнем вот с пенсионной реформы. Зачем пенсионеры шокуют на деньги народа? Мы должны принять меры по сокращению пенсии. Сэкономленные средства пойдут на другие сферы экономики. Да, стаба конечно упадет. Но 10 миллиардов мы сейчас получим. И это хоть какие-то деньги. Потому что сейчас у нас долг растет. Но ставка, видали, сейчас было 4.5. Стало только что 3.3. Прямо на наших глазах экономика улучшилась. Она стала побольше. Чем наша экономика больше и платежеспособнее, тем как бы и ставочка меньше. Сейчас 3.3. Слушай, нормально. Но это как бы все равно будет много, если мы начнем повышать наш долг. Для почти 30 миллиардов 3% это многовато. День туркменской дыни. Отмечается 2 воскресенье августа в Туркменистане. И является национальным праздником. В 94 году праздник учредил Ниязов. К 11 его годовщине он выпустил книгу Сапор Мурат Туркенбаши. Великий о дыне. Прекрасно, давайте стабильность плюс 5. Блин, теперь дыню хочется, а то я арбуз не съел, а дыню не кушал. И как бы теперь плохо из-за этого мне стало. Ставь лайк, если ты сегодня ел арбуз, но не ел дыню. Посмотрим, сколько нас. Политку вот давайте втюхаем на снижение уровня коррупции. Вообще там он же должен будет как-то и по фокусу она снижаться. Правильно? Сейчас найдем кор... Опа. Так. Государство ранить... Так, подожди-ка одну секундочку. Здесь вот этот фокус ближайший. Причем он будет давать повышение коррупции. И она станет парализующей. Не-не-не, подожди. Давай-ка начнем сейчас понижать до повсеместной. 540 стоит. И потом здесь мы повысим до критической обратно. Но если фокус не брать, то дальше просто не пройдешь. Так что нам придется повысить. А здесь уволить рабочих. Неприятные фокусы тоже нужно обязательно брать. Нужно будет еще подкопить палитку и потом опять понизить до повсеместной. Ну и до неукротим мы тоже будем стараться понижать. Но стоит это конечно дорого. То, что у нас клептократы. То, что мы являемся государством рантье вот этим вот. Мы кстати от него как-то легко избавились играя за Россию. И просто там с налогами махинацию проведя. Также здесь еще из-за того, что у нас олигархи тут сидят во фракциях. Тоже плюс 25% стоимость. Так, секундочку. Здесь понижение налогов. Ага, информацию нам не надо. Это вот и так в принципе все понятно. Става плюс 5 прекрасно. Налог на население упадет на 5. А вот корпоративный налог увеличится на 10. Что у нас по корпоративному опыту? Подожди-ка. Доход от гражданских фабрик. И от офисов у нас имеется. Подожди. Фабрика. А, нифига себе. У нас закупает нефть Молдова. Мы получаем из этого фабрику. Из-за этого получаем деньги. А офис-то? У нас офис есть? У нас офис есть, оказывается. Я думал, у нас вообще ничего нет. У нас есть офис. И причем, кстати, у нас есть даже нефть. Тут 2, тут 6, тут 4, тут 5. В Мерве вообще 45. В Ашкабаде трешечка. От продажи ресурсов мы получаем 0777. Короче, 777 миллионов. Это очень хорошо. Слушай. Я даже сразу на это внимание не обратил. А у нас же экспортная экономика. Вот оно что. И здесь, в принципе, налог на население, да, давайте, пускай он упадет, повысим корпоративный налог. Здесь нам будет офис больше денег давать. И это гражданская фабрика. И может быть, у нас будут нефть больше закупать. Когда-нибудь. Так-то продаем мы ее 39. А закупает всего на 8 Молдова одна. Эту десяточку, кстати, которую я получил от Фокуса, 10 миллиардов, я просто никуда не трачу. Она здесь висит, чтобы у нас были деньги в казне. Вот так вот. А так у нас хотя бы есть время, чтобы просто сидеть, не наращивая долг. А уже по деньгам будем лет дальше. Здесь еще десяточку получим. Нормально будет. Лечить людей крайне важно. И для этого мы анонсируем реформы в сфере медицины. И знаете, что это будет? Смотрите. 4 марта 2004 года Ниязов распорядился уволить 15 тысяч медицинских работников среднего звена. Мотивировав это тем, что если на обучение врачей были потрачены большие государственные деньги, то врачи сами должны обеспечивать все здравоохранение. Уволенных заменили призывники. В пятом году им были упразднены абсолютно все сельские больницы в стране. Что Ниязов объяснил тем, что все, кто болеет в провинции, должны лечиться в городах. Общаться за экстренной медицинской помощью можно в военной части. Единственные больницы, доступные в стране, были только в Ашхабаде. Вот так. На 180 дней негодования рабочих. Я думаю, рабочих не только медицинских, тут негодование должно быть. И стабильность минус 5, прирост населения тоже. Но это временно. Повисит и пройдет. Поэтому сейчас хочу это пораньше взять. А дальше сокращение расходов. Нам нужны деньги, поэтому мы сокращаем расходы на здравоохранение. Но здесь, кстати, мы здравоохранение повысили. У нас же был второй уровень, стал третий. Здесь было повышение. Начали больше тратить. Но сейчас десяточку получим еще. И стаба минус 5. Вот так. Значит, реформу образования провел. Здесь внедрение Рухнамы в школы тоже прошло. А тут сократим сроки учебы. С 10 до 9 лет учебы. Стабильность плюс 5. Видимо, от детей достанется стабильность. Ну а дальше государство Воронтье. Здесь получим 25 миллиардов. И олигархам это понравится. Но коррупция вырастет. Сейчас, кстати, я ее понизил аж до седьмого уровня. Но, заметьте, у нас сейчас идеологические силы автократы. А это значит то, что чем больше у нас коррупция, тем больше политвласти мы получаем. И за десятку коррупции тут прям реально дофига политки будет отсыпать. У нас сейчас от коррупции прирост политки 1.8. Что на самом деле дофигища. И это при том, что уровень сейчас седьмой. А на десятом там было бы еще лучше. И даже, знаете, из-за этого как-то и коррупцию понижать-то и не хочется. Потому что политка это очень важно в Миллениум Дауне. Но мы будем, конечно, ее стараться понижать. Потому что, ну, как бы, некрасиво много иметь коррупции. Но удерживать, наверное, средний уровень придется. Потому что нужно, как бы, все-таки политку нам получать. Мы же будем на другие страны влиять. Еще всякие вещи втюхивать. Например, знаете во что? А вот во что. Туркменно-узбекский конфликт. Я на самом деле даже... Не, я слышал краем уха, но... Не знал, по сути, о нем вообще ничего. А оно вон что. В Туркменистане проживает много этнических узбеков. Которые проживают преимущественно на приграничных территориях. Из-за туркменизации, которую проводят Ниязов, родившийся представителем узбекской нации, в Туркменистане не могут по причине их национальности в паспорте получить помощь от государства, выехать из Туркменистана или получить документы. Два первых президента, Ниязов и Каримов, буквально создают между собой конфликт, который является значимым для Центральной Азии. Но почти никто этого не замечает. Они обвиняют друг друга в различных нарушениях, как с туркменской, так и с узбекской стороны. Мы должны либо терпеть высказывания в свой адрес и дипломатические санкции со стороны Узбекистана, либо изгнать президента Узбекистана и Ислама Каримова с его же поста, чтобы он нам не мешал. Раз и навсегда. Угу. И у этого конфликта у нас два исхода. Мы можем либо же силой решить его, либо же миром. То есть, тайно помогать узбекской оппозиции, снабжать повстанцев Каракалпакстана. А, то есть, здесь мы будем провоцировать, значит, восстание Каракалпакстана, потом его поддерживать, соответственно, уже оружием, военная помощь. И, конечно же, по сути, воевать с Узбекистаном. Вот, приказать повстанцу начать восстание 500 политики стоит, потом блокада Ташкента воздушная. Но есть возможность у нас сократить, финансировать исламское движение Узбекистана и предложить Узбекистану урегулирование конфликтов в Каракалпакстане. Мирный договор будет. По сути, сейчас я вижу два варианта отыгровки Туркменистана. Первый вариант – это агрессивный Туркменистан, где мы будем вмешиваться в дела Узбекистана и в этом прохождении воевать с другими странами. И второй вариант – это нейтральный Туркменистан. Помните, у нас было прохождение за Китай, где мы ни с кем не воевали практически, ну, под конец там было. Мы через влияние, через дипломатию подчиняли другие страны. Может быть, в этом прохождении тоже отыграть за мирный, нейтральный Туркменистан, где мы будем через дипломатию и влияние тоже подчинять другие страны. Так как мы здесь автократы, так же как это было и в Китае, мы за счет коррупции, за счет этих бонусов от автократий будем получать больше политвласти. А эта политвласть, она же требуется на влияние на другие страны. Так что все состыковывается. Давайте вы в комментариях напишите, какой вам больше Туркменистан нравится. Агрессивный, где мы будем воевать, либо же нейтральный, где мы будем подчинять другие страны через влияние. Соответственно и здесь то же самое решение будет приниматься. Если агрессивный Туркменистан, то будем вмешиваться в дела Узбекистана. Если нейтральный, то будем выходить на мир с Узбекистаном, ну и потом, конечно же, через влияние подчинять его, ну и соседей всех наших. Ну конечно же, это же не значит, что мы вообще не будем воевать, это же не челлендж какой-то будет. Думаю, повоевать мы тут успеем еще достаточно. Так что напишите комментарии и пролайкайте те комментарии, которые совпадают с вашим мнением, чтобы они выбились в топ. Ну и я посмотрю уже, какие результаты там будут, и в следующей серии мы примем решение. Поэтому сейчас пока что здесь я это все прожимать не буду. С этим, думаю, можно не торопиться. Кстати, а у нас здесь в Средней Азии серьезно так распространен тракторизм. Значит, угроза тракторизма в Северном Альянсе, это у нас Афганистан, вот это, ох ты проигрываешь, талибам. Серьезная угроза, в Казахстане умеренная угроза, в Кыргызстане умеренная угроза, в Пакистане серьезная угроза, в Таджикистане значительная, в Туркменистане незначительная. У нас вообще все в плане безопасности очень даже неплохо. В Узбекистане значительная. И радикализация. Тут либо значительная, либо низкая, но у нас незначительная. Вот так вот. Но мы при этом можем все равно бороться с тракторизмом. Я думаю, как бы, хотя, чё бы нет. Тут как бы командный ресурс тратится 20, а у нас его 230. Давайте добьем до нуля, может быть, вот это все. И, кстати, подожди, мы же можем сейчас назначить главнокомандующего. Вот, Бердиев. Скорость восстановления дивизии, это приятно, но опыт армии будем получать. 0,05, зато постоянно и бесплатно. Сейчас будет он у нас расти. От обязательной службы там опыт тоже растет, но очень медленно. 0,02, от контрактной здесь 0,06. Но контрактная очень дорого стоит по деньгам. Кстати, по деньгам и по военке нужно что-то понижать. Давай, минимальные военные расходы. Оба. Все. Ну, военные отсутствуют, не будем ставить, да и мы не можем. Потому что нужно вообще воинскую повинность упразднять полностью. Ну, кстати, как вариант нейтрального государства нормально. При этом, кстати, военные расходы плюс 80. То есть содержать контрактную армию дешевле, чем вообще упразднить повинность воинскую. Интересно. Но это явно для баланса сделали. Так, по деньгам, ну, минус 153 миллиона. Как бы не сильно нам это деньги дало. Там, видимо, у нас... А, там копейки. У нас как бы тут на складах всего мало, да и войск тоже мало. Поэтому требуется там немного всего. Но стабильность зато стала выше. 75 сейчас. А это очень даже неплохо. И государство Рантье. Олигархам, кстати, это еще больше понравится. И они нам будут давать больше бонусов. Больше ресурсов. Скорость строительства фабрик тоже больше. Но они дают прирост поддержки реакционеров. А сейчас реакционеры, кстати, составляют уже 21%. А наша партия нейтральная. У реакционной идеологии... Ну да, это автократы. Вот здесь вот могут к власти пройти. Опа, демократы. Союз женщин Туркменистана. Относятся к широкому спектру левых идеологий, поддерживающих экономическую и социальную справедливость в большей степени. Угу. А демократическая партия, это самодержавие в нашем случае, относящееся к широкому спектру недемократических авторитарных идеологий, где вся власть находится в руках одного правителя. Ох уж эти демократии. Давайте пока что мы сделаем перерыв, я продвинусь за кадром по этим фокусам. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классный бонус, а также играйте в мультиклорной партии или просто общайтесь на нашей сервере в дискорде, ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи.